А потом был долгий, кружной путь на родину, и горячая встреча в Москве. Мне дали опомниться, мне, говорит, поехали к Михаилу Ивановичу на прием, для вручения наград. Приезжаем в Кремль, в Кремле, это у меня на зале сидите, около двухсот. Михаил Иванович, который меня знал, я его хорошо знал. Вот, значит, я сел четвертым летом, третий-четвертый лет, Горкин секретарем был президиума, читает указ. Читает, значит, Комбриг Батов, вызывает. Комбриг Батов, я думаю, че меня, че не меня. Так, привстал немножко, да и посмотрел, кругом, может, кто-нибудь другой еще, одна фамилия. А Михаил Иванович, иди, иди, тебя касается. Я подошел к нему, он мне, значит, а пока я шел к нему, добирался, он говорит, дорогие товарищи, некоторым, говорит, некоторых товарищей, награждай двумя орденами, говорит, за выполнение правительственного задания. Вы не стали испанинами, и станет в то время, считалось, выполнение правительственного задания. Михаил Иванович мне вручил, значит, два ордена, орден Ленина и орден Красного Знамени. Это были первые боевые награды будущего полководца за первые бои с фашизмом. Но впереди были еще сражения, и Павел Иванович Батов готовил вверенные ему войска к суровым испытаниям. После этого попал, пошел на Финский фронт в распоряжение военного совета Ленинградского военного. Провоевал я Финскую войну. В марте месяце закончилась война, так называемая, финская. Я командовал корпусом, тем корпусом, с которым я пришел из Витебска после освобождения военного западного. Ну и дальше, значит, получилось следующее, значит, я кончилась, 13 марта кончилась война, в сессии Верховного Совета, а я депутат Верховного Совета был. Первого, второго, третьего, четвертого. Я третьего не был. Первого, второго, четвертого и пятого, и шестого созыва депутатом Верховного Совета. После сессии Верховного Совета я был назначен первым заместителем командующего из Кавказского военного округа, которым командовал Тюлениев. К Кавказскому военному округу я прослужил до 19 ноября, 19 июня 1941 года. Срочная телеграмма маршалом, наркома Тимошенко, прибыть в Москву. Прибыл в Москву, и мне было приказано самолетом немедленно вылететь в Крым, вступить в командование на должность начальника, то есть командующего сухопутными войсками Крыма. Я думаю, там войска много были. Войска было много, а 21 числа, когда 16 прилетел, вот уже события назрели, войска пошли сосредотачиваться в другие районы, выведенные из постоянных пунктов дислокации. И на месте осталось только полторы дивизии неполного состава. Вот вам сухопутные войска Крыма. Я сразу к этому, к Октябрьскому, командующему Черноморским флотом, поставил его извести, что я такой-то описанный, немазный прибыл, с такими-то функциями, взял на себя оборону, противодесантную оборону. Ожидали высадки десанта в Крыму. Значит, вот эти полторы дивизии вели тяжелые бои с лучшей дивизией, с сильной дивизией, с сильной армией Манштейна, 11-я армия фашистской Германии, 11-я армия, которая командул генерал Манштейн, потом стал хельдмаршалом тогда. Вот так было дело. Тяжелые бои мы в Крыму вели до октября месяца 24-25 числа. Манштейн сосредоточил три корпуса, построил его поэшелонно в затылок к корпусу, прорвал наши ишуньские позиции и вышел на оперативные просторы. Я вынужден был отходить. 20 декабря срочно был вызван в Ставку Верховного Командования. Прибыл самолетом в Москву. Наступление было под Москвой. Ключился в эту операцию по ликвидации. В угрозе в Москве, немецкие войска, отбросили от него оттуда. Я оказался в роли командующего 3-й армии Брянского фронта. Прибыл Рокоссовский. Рокоссовский назначил меня, значит, помощником командующего фронта. И вместе с ним мы убыли под Сталинград. Под Сталинградом я, да, получил назначение. Начали на 4-ю танковую армию, потом номер приименовали, дали 65-ю. Потому что в танковой армии было всего нас, все оставалось под боем. 4 танка, и те, те были в обороне, Сталинградом. Дали мне номер 65-й. Боялся этого номера почему? Вы 13-го числа боитесь, а я боялся всю жизнь. 11-го. Когда мне дали общевойской номер, ну что ж, 65-й, а все-таки не 11-й. Только подсчитал, сумма-то 6,5, а не в войну пропал. Оказывается, 65-я армия, прекрасная армия. Я всю войну, всю войну Рокоссовской 65-й армии командовал. Все время ни одного часа, ни одного дня не было во втором эшелоне и в резерве. Не выводился из оперативного построения войск фронта. И действия главного на острие удара. Удар на направлении, на главном направлении Донском фронте. На главном направлении в последующем был, значит, на Курской туге, Центральный фронт, Первый Белорусский, Второй Белорусский. Ну что же, значит, что осталось? Ну, так сказать про Сталинград, хочу прямо сказать, что я считаю для себя. Я сдавал экзамен на аттестат зрелости современного командарма под Сталинградом. Действовал на главном направлении Донского фронта. И эту задачу выполнил успешно. И получил орден Суворово первой степени. Номер этого ордена Суворово первой степени, номер десятый. Это что-то значит. Да, это означает многое. Орден Суворово первой степени, номер один, был вручен Жукову, Второй Василевскому, Третий Воронову, Четвертый Ватутину, Пятый Еременко, Шестой Рокоссовскому. Близились грандиозные битвы Переломного 43-го года. Вот так, на Курскую дугу, там форсирование речных преград. Другими словами, армия прошла под командованием моим, в одном составе, значит, в Рокоссовске под его командованием. Вот, 3525 километров боевого пути. Москва, Сталинград, Курская дуга, Днепр. Вот славные вехи на этом пути. Константин Константинович Рокоссовский писал в своей книге солдатский долг. С 65-й армии я не разлучался со Сталинграда и имел возможность много раз убедиться в превосходных боевых качествах ее солдат, командиров и, конечно, прежде всего, самого Павла Ивановича Батова, смелого и талантливого военачальника. Так оценивал команды ищи фронтом своего командарма после освобождения Белоруссии. Операция Багратиона, чем она отличалась от остальных? Мы решили все же ее очень тщательно подготовить, скрытно от противника. И в течение двух с половиной месяцев силами двух стрелковых резервных дивизий восьми саперными батальонами построили гати через непроходимое болото, которое считалось, считается, значит, для немцев как закон. Раз зашифровано, значит, здесь удара ждать не следует. Мы это проверили путем захвата одного пленного. Действительно, они нас там не ждали. Они ждали на напарочи вдоль Березины. А мы-то не пошли, а удар сделали там. И оказалось, если планировалась операция, надо было бы Бруську подойти восьми-девятые сутки после начала операции, то мы вышли туда в конце четвертых суток, мы уже были там. Почему? Потому что он не ждал, мы навалились, понимаете, на него всеми силами. А самое главное, взяли танковый, донской танковый корпус, понимаете, не как обычно на следующий день после начала операции, с утра следующего дня, а в этот же день, через четыре часа. И вот этот марш-маневр, сила удара, быстрота движения дала нам возможность смотреть разгромы этой группировки. Этим отличается. За это я получил звание генерала-полковника, я был генерал-лейтенантом. Получил я орден Кутузова первой степени и из рук Жукова получил от имени Верховного Главного Командования золотые часы на руку. Первая звезда героя за Днепр. Вторая героя получил я за зафорсирование Одера и овладение портанной крепостью Штетин. Я почетный горжин города Штетина. Что еще вам надо? Редактор субтитров А.Семкин